Здравствуйте, дорогие зрители канала Заметки Нумизмата! Продолжаем наши встречи, наши беседы и поговорим сегодня, наверное, на новую тему. Если она будет вам интересна, то мы продолжим говорить про другие монеты этого типа, а конкретно о различных необычных памятных монетах, выпускавшихся в странах социалистического содружества, когда такое содружество существовало. Конечно же, в каждой стране имеется своя череда монет особенных, юбилейных, памятных, донативных, выпускавшихся к каким-то датам, событиям или посвященным национальным героям, литературным героям, королям. В каждом государстве есть своя серия таких монет. А я вам немножечко скажу о чехословацкой серии памятных монет, очень интересных для нас, в первую очередь, тем, что, будучи выпущенными только в конкретной стране, эти монеты, тем не менее, тесно связаны и с нашей историей. Вот в период правления Иосифа Виссарионовича Сталина, несмотря на какую-то личность, несмотря на то, что его именем называли города, улицы, поселки, театры, музеи, да все, что только можно, называлось именем Сталина, а вот на монетах в Советском Союзе Сталина при жизни не изображали. Ну а после смерти Сталина, через несколько лет, как мы знаем, началась борьба с культом личности, и уже после 1956 года и подумать нельзя было о каком-либо увековечивании его изображения на денежных знаках или тем более других государственных регалиях. Но в истории есть исключение, не в Советском Союзе, а в социалистической Чехословакии. В 1949 году в честь 70-летия вождя появились серебряные монеты с его изображением. Они очень популярны и в наши дни, их можно купить в сувенирных магазинах или в мематических магазинах, в различных аукционах. Собственно, его отношение к этим монетам нам неизвестно. По крайней мере, неизвестно ни о каких-либо репрессивных мерах в отношении создателей таких монет, ни тем более хвалебных. То есть, воспринято нейтрально. Есть и есть, и хорошо. А в наши дни, это, конечно же, интересный символ времени, ушедшей эпохи. Итак, к вашему вниманию, монеты 150 крон, Чехословацкая республика, 1949 год, год 70-летия Сталина. На другой стороне этой монеты мы видим герб Чехословакии, изображающий чешского орла и посередине щит с словацким крестом. И номинал 100 крон и 50 крон. Монеты это вполне можно иметь в своей коллекции, даже если вы собираете только российские монеты, Российской империи или советского времени, так как это также, несомненно, относится к истории нашей страны и является символом времени, ушедшей эпохи. Ну и, конечно же, эти монеты очень красивы и представляют определенную инвестиционную ценность, так как, естественно, с годами больше их не становится, и они будут цениться больше и больше, естественно, если это монеты в высоком качестве. Успешного вам пополнения коллекции новых интересных находок, открытия для себя каких-то важных новинок или направлений. Обращайтесь к каналу Заметки Нумизмата, смотрите наш канал. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok